Депутаты, общественники и неизвестные люди в бронежилетах Все они пришли на круглый стол Портофранко без политики Одни хотели высказаться за создание в Одессе свободной экономической зоны Другие не допустить мероприятия А третьи решили молча постоять у входа Отмечу, изначально круглый стол анонсировали под названием Депутаты, общественники за Портофранко Но потом информационное агентство изменило заголовок мероприятия на Портофранко без политики За событиями несостоявшегося круглого стола наблюдала Наталья Костенко Еще до начала круглого стола у пресс-центра Одесса-Медиа Собрались представители правого сектора, самообороны Одессы и правоохранители В итоге из соображений безопасности мероприятие решили не проводить Мы приняли решение отменить это мероприятие сегодня Перенести его на более спокойное время Для того, чтобы не нагнетать обстановку Для того, чтобы не провоцировать людей на столкновение Но некоторые участники мероприятия все же успели появиться на месте событий Встретили их бурно Представьте, пожалуйста Я глава франции Портирогина в Одесском городском совете Пушевирцеве Александрович Мы хотели обсудить перспективы ведения Портофранко на территории Одессы Одесской области, создания свободных экономических зон на территории нашей области Обговорить соответствующие нюансы и выразить пожелания общественности по этому вопросу По словам Алексея Цветкова, речь не шла о лоббировании одного из трех законопроектов Внесенных одесскими политиками на рассмотрение Верховной Рады Да и подписи одесситов, говорит, собирали не за конкретный документ, а за идею в принципе Но у оппонентов другое мнение Они хотят поднять этот вопрос на более высокий уровень Это один из способов федерализации То есть отдельный регион какой-то, очень хороший Нам здесь будет хорошо, если мы объявим здесь свободную экономическую зону или Портофранко И таким образом отдельный регион, отделив от государства Это лакомый кусочек для, скажем, для России Дальше диалог перешел в другую плоскость Угрожали нам, сказали, что ваша партия Радына будет пи***ть патриотов Кто сказал? Вы говорите Вы читайте Мы читаем Мы слышим Вы читайте подтексты Я прямо сказал Вы что-то против патриотов имеете в виду? Нет, я против тех людей, которые избивают журналистов После выяснения отношений народ начал расходиться Но возле входа в конференц-зал остались еще одни участники инцидента Выяснить, кто эти люди в бронежилетах и балаклавах удалось с трудом Вы представители правоохранительных органов? Сейчас Это представители правоохранительных органов там стоят? Можете считать так, да Это представители одесситов, которые тоже хотели долучиться до этого форума и высказать свое мнение Устав от вопросов прессы своими ребят в амуниции признали правоохранители Это ваши сотрудники? Это наши сотрудники А там находятся ваши сотрудники? Сотрудники, да На том и разошлись Когда состоится круглый стол Портофранко и состоится ли вообще в информационном агентстве Одесса Медиа, пока не уточняют Наталья Костенко, Алексей Филиппов, 7 канал Губернатор Одесской области не видит угрозы со стороны Приднестровья Об этом Игорь Палец сообщил сегодня на пресс-конференции Также губернатор отметил плохое состояние дорог в области, пообещав по мере поступления средств приводить их в нормальное состояние Какие вопросы задавали журналисты и общественники, а главное, как на них отвечал глава области, смотрите далее Свою пресс-конференцию глава области начал с описания текущей ситуации в регионе Очень много нам придется, конечно, выслушивать И у вас будет очень много материалов по поводу возмущений по росту тарифов на все На тепло, на воду, на газ, по росту налогов, про отсутствие индексации на пенсии, на зарплаты К сожалению, такая ситуация Мы вынуждены работать с вами с теми законами, которые принимаются Верховным Советом Я не хочу скрывать, я всегда говорю, я человек самостоятельный, ни от кого независимый И экономические законы, принимаемые сегодня Верховным Советом, мне не нравятся Я всегда считал и считаю, что в тяжелой ситуации экономической, инвестиционной, политической Законы и налоговое бремя надо снижать, а не повышать И это даст толчок работе предприятий и увеличение зарплат, а не наоборот Палица призвал не отчаиваться Тем, кто не в состоянии будет платить по счетам, помогут субсидиями А вот на митинге, собирающие небольшое количество людей, имеющие признаки проплаченных Губернатор посоветовал не ходить, отдельно обратился к прессе, чтобы и они не освещали их в СМИ Также глава области высказал свое мнение об акциях различных организаций, выступающих под патриотическими знаменами Очень многое, к сожалению, зависит от правильного, качественного, культурного поведения наших патриотов Которые тоже иногда преследуют какие-то непонятные для меня цели И создают картинку неблагоприятную для города и для области Также Игорь Палица сообщил журналистам, что недавно его вызывали в генпрокуратуру по делу нардепа Сергея Кивалова На прошлой неделе ко мне позвонил следователь, я боюсь перепутать фамилию, на Д я дам потом, Демидович, по-моему Следователь Демидович и попросил, что есть уголовное дело в рамках моего обращения августа месяца 2014 года По поводу публикации господином Киваловым статьи в газете 2000 от 7 февраля В котором он призывал, что Одесса должна иметь свою конституцию, свою самооборону После этого был ответ, что генпрокуратура не нашла никаких лингвистических призывов после экспертизы к свержению государственного строя Или к нарушению территориальной ценностности И на этом все заблокно И вот ровно 5 дней назад мне позвонил следователь и сказал, что дело возобновлено По мнению губернатора, в области существует множество проблем И печальное состояние дороги, наибольшее в Украине количество льготников по оплате газа И невозможность повлиять на кадровые назначения до сих пор в области не назначены главы многих райадминистраций Александр Полуев, Алексей Филиппов, 7 канал Сегодня в дом на Пишоновской 32 явились официальные гости Чиновники из мэрии, обл. администрации и коммунальщики пришли осмотреть жилье, которое упирается в провал с катакомбами Под землю уже ушла часть палисадника, потянув за собой ветхий одноэтажный дом, где проживает семья пенсионеров Что привело госслужащих в опасную квартиру, знает Юлия Федорова Дом слишком долго ждал, когда к нему явится кто-то из чиновников И теперь встретил гостей весьма неучтиво Пожалуйста, пожалуйста, проходите, мы очень долго ждали Извините, извините, такая квартира, сразу бьемся Если не ударишься головой, провалишься в яму Подпорки, балки, деревянные настилы и доски здесь повсюду В такой квартире живут супруги Марина и Станислав Положай Оба инвалиды второй группы А вот как выглядит их маленькая веранда во дворе Это скамейки, столы, книжные полки Их поставили, чтобы закрыть провал в катакомбы А чтобы удержать крышу, поставили деревянную балку Спустя три недели после того, как под землю провалилась часть двора, примыкающая к квартире Здесь появились официальные лица Посмотреть, как живут Марина Ивановна и Станислав Николаевич Пришли областные и городские чиновники Я ничего не говорю Вы сами все увидите Ну что я могу сказать, дорогие мои Владислав Бородин – главный специалист областного департамента жилищно-коммунального хозяйства Как ни странно, но в этом доме он впервые Письма с просьбой о помощи, которые Марина Положай писала в департамент годами, он не видел Зато в курсе, что после очередного обрушения городские власти предложили семье оставить свою квартиру, переехать во временное жилье Произошло обрушение, нужно давать другое жилье Другое жилье, но не отселять человека В таком возрасте, он не молодой парень, что он будет с кастрюлькой бегать вниз или по столовым 80-летний Станислав Положай болеет сахарным диабетом Перенес две тяжелые операции на сердце Ему давно уже не до экспериментов с переездами Извините, в гостинице может жить турист, приезжий Сотрудники ЖКС и Портофранковский о проблемной квартире хорошо знают Сами расставляли по комнатам подпорки и маяки Я не могу ничего судить, я должен решать компетентные органы, понимаете Мы же как ничего, мы можем только, что в нашей обязанности Поставить подпору, там такие работы выполнить, купляющие, остальное это свыше все Коммунальщики не скрывают, от них в этой ситуации уже ничего не зависит По идее, семье Положай давно должны были выделить новое жилье Я не могу комментировать эту ситуацию Представители департамента городского хозяйства также немногословны Пробыв в квартире не больше 10 минут, они покинули неблагополучное место От комментариев отказываются и прячутся от телекамер В 2007 году четко было сделано о том, что у нас... Есть техническое заключение? Сейчас, минуточку, у меня справка есть Есть техническое заключение, есть справка, форма, номер Сейчас я принесу эту справку, что не можем Тем временем провал в катакомбы стал еще больше Асфальт уходит под землю вместе с летней верандой Она клоняется, все стена сюда Это нормально? Нет О, на один вопрос только человек ответил, что это ненормально Осмотрев владения пенсионеров, Владислав Бородин признался Его визит не более чем в формальность Руководство отправило, он пришел Вернется, отчитается Я считаю, в следующий раз не ходите к нам Вот просто говорю, не ходите Не мне решать Три года назад этот дом был признан аварийным Семья Положай стоит в очереди на жилье Занимая в списке двухтысячное место Юлия Федорова, Валентин Мирза, Седьмой канал Они выполняли задачи в зоне АТО Получили государственные и ведомственные награды Одни возвращаются к гражданской жизни Ну а другие решили продолжить службу Как прошла демобилизация морских пограничников Первого призыва расскажет Анна Грынев Уверен, что все будет нормально И армия справится Но если еще раз потребуются наши услуги Как резервистов, мы готовы История об украинском пограничнике Облетела весь интернет Рискуя своей жизнью, мужчина пробрался На заминированный пункт Должанский Владислав Бувалкин не дал террористам Надругаться над символом Украины Теперь старший матрос возвращается к жене и сыну Вспоминать о былых событиях Больше не хочет Воспоминаний много, скажем так Но все нормально Ничего страшного В этом конфликте появилась совсем другая армия Я считаю, что многое, что изменилось Изменилось в положительную сторону То есть как в экипировке, в вооружении А самое главное в сознании людей Кроме Владислава демобилизовались еще около ста человек В одном строю стоят бывшие руководители фирм Менеджеры, кандидаты наук Фермеры и инженеры Кто-то из них мужественно охранял границу А кто-то находился прямо в зоне боевых действий За преданность государству сегодня Их награждают почетными грамотами Вы знаете Все, наверное, уже устали от этого От того, что там творится Но понимают, что если они пока не там То будет порядок Если оттуда уйти То ничего хорошего Там ожидать не приходится О том, что выполнили свой долг Говорят с гордостью Теперь ждут достойную замену Анна Грынев, Алексей Филиппов, Седьмой канал Слезы радости, слова благодарности И крепкие объятия В Одессу сегодня утром вернулись Еще и демобилизованные бойцы нацгвардии Которые почти год служили в зоне АТО Родные, близкие и просто одесситы С трепетом ждали прибытия долгожданного поезда О том, как встречали героев Расскажет Ирина Стребко С хлебом соли, цветами, флагами Украины И со слезами на глазах Встречали бойцов 57-й бригады Дмитрия Колцуна и Андрея Нечипорука Поиск Константиновка Одесса Прибывает с 20-минутным опозданием Родные и близкие с трепетом ждали Эту долгожданную встречу Особенно мама Дмитрия Колцуна Ночь не спали, нервничали Но мы знали вчера, что он едет домой Наконец-то мы дождались Аж не верить, что он дома будет Мы очень долго ждали Он практически год был в зоне АТО Очень переживали, очень волновались И сегодня мы безмерно рады Встречать наших ребят на родной земле На перроне бойцов встречают не только близкие друзья Но и незнакомые им люди Которые узнав об их возвращении, специально приехали на вокзал Мы не знакомы Я прочитала объявление о том, что они прибывают на Одесском форуме Мне очень захотелось встретить ребят Поблагодарить их и пожелать им всего самого наилучшего Гвардейцы говорят, что сила в единстве Они безмерно благодарны тем гражданским Которые, несмотря на опасность, ежедневно помогали украинской армии Огромное спасибо всем одесситам, всем волонтерам Которые к нам приезжали Потому что мы знаем, что это очень тяжело Мы постоянно за них волновались Они к нам приезжали, всегда помогали Что нашему батальону, что соседним бригадам И все остальное Потому что во многом, ну еще раз говорю Я даже не представляю, чтобы вот так рисковать Ладно, мы военные Мы как-то, ну это наша работа А люди гражданские, которые к нам приезжали Всегда громадное спасибо Демобилизованные бойцы признаются Героями себя не считают Просто и с честью выполняли свой военный долг на востоке Украины На задании в зону АТО их уже не отправят Но в случае чего, родину защищать эти люди готовы Ирина Стрябко, Алексей Барановский, 7 канал ОБСЕ подарило спасателям новые комплекты экипировки для работы саперов под водой Шесть гидрокостюмов и две системы беспроводной связи Для подводных работ на сумму более 200 тысяч гривен Вручили сегодня сотрудникам ГСЧС в Одесской облгосадминистрации Подробности далее Саперы-подводники, несмотря на большую занятость И зачастую сложные погодные условия Работают в основном в старой, еще советской экипировке Шесть комплектов новых гидрокостюмов, подаренных миссией ОБСЕ Позволят им более эффективно заниматься подводным разминированием Не отвлекаясь на температурный режим Это действительно те гидрокостюмы сухого тепла В которых безопасно можно зайти в любой отсек Не переживая за то, что ты там чем-то зацепишься, разорваешь Что они действительно имеют защиту от низкой температуры По словам специалистов, работы у суперов-подводников много Они обезгреживают мины и неразорвавшиеся боеприпасы Как в акватории Черного моря, так и в более мелких водоемах За последний час нашими подразделениями Из морского дна было поднято больше 8 тысяч боеприпасов Кроме того, на сегодняшний день стала актуальна тема Для подводного разминирования на сходе нашей страны Это разминирование акваторий озер, водозаборей Мы слышим иногда и довольно часто, что в Одессе, Одессе в области бывают взрывы И никто не может быть зацепленным, что эти взрывчатки не появляются От тех разорвавшихся боеприпасов и тех остатков боеприпасов Которые остались в каких-то времен или во время других военных действий Эту партию оборудования удалось закупить при финансовой поддержке Норвегии На помощь украинским саперам-подводникам выделили больше 200 тысяч гривен Напомним, что в апреле прошлого года норвежцы уже спонсировали покупку 9 гидрокостюмов и 3 гидроакустических станций Александр Полуев, Алексей Сорокин, 7 канал Одесский департамент экологии проводит тендер на финансирование работ по мониторингу состояния Куяльницкого лимана Напомню, с декабря прошлого года, чтобы спасти уникальное место, специалисты трубопроводом соединили Куяльник с морем По словам ученых, за это время ситуация улучшилась Уровень воды в водоеме поднялся на 30 сантиметров Объем накополнения лимана увеличился практически на 67% Из 10 миллионов кубических метров до 25 миллионов кубических метров на 14 марта этого года Также экологи отметили, что одесситов обеспечивают качественной питьевой водой всего на 30% В области работают 122 предприятия, которые сбрасывают отходы в поверхностные воды Из общего количества подземных источников 2946 скважин находятся в неудовлетворительном состоянии И требуют ремонта или проведения ликвидационного тампонажа 6 тысяч долларов США вымогали у одесситки работники Суворовского районного суда Именно такую сумму судья и юрист требовали за признание договора купли-продажи и права собственности на квартиру действительными Права нарушителей поймали на горячем прямо в рабочем кабинете В тот момент одесситка пыталась передать часть денег Под час затримания и проведения огляда места событий в суде Вылечены деньги деньги с общей суммой 3 тысячи долларов США Также проверяются другие факты о получении неправомерной винограды Посадовыми особами Суворовского районного суда города Одессы Традиционного 1 апрельского шествия в Одессе не будет Власти считают, что проведение массовых гуляний в столь сложное время является абсолютно неуместным и небезопасным Что об этом думают одесситы и организаторы фестиваля узнавала Ирина Стрибко В этом году юморины в привычном ее формате в Одессе не будет По настоянию Киева праздник отменили Организаторы международного фестиваля комедиада с пониманием отнеслись к этому решению Получается какое-то дежавю в прошлом году было точно так же Юморину отменили Юморина в принципе заключается в самой главной какой событии Юморины Это карнавал Карнавал это огромный бюджет И понятно в нашем политическом состоянии В том состоянии, в котором мы находимся Карнавал и все очень дорогостоящее Сейчас и неуместно, да и нет этих денег Мнение одесситов разделилось Одни огорчились, другие вздохнули с облегчением Почему отменить? Пусть надо было, пусть было Первые ответы зачем? Отменять его, пусть бы так и был бы этот Это одесский праздник, как его можно отменить? Какое имеет отношение Одесса к Европейскому Союзу или дальше? Или к Молдавии, или к России, правильно? Мы эти ситы должны гулять В стране сейчас, как вы видите, обстановку, чтобы не было никаких провокаций Скорее всего так, то есть это сейчас не к месту Пускай люди радуются, хоть и тяжело жить, пускай люди радуются Это праздник, это жизнь, это не падать духом Это не знаю, пускай какой день даже и радоваться, какой день и страдать Я считаю, что нельзя праздновать 1 апреля, потому что в стране такое творится, что это очень опасно Потому что будет собираться толпы людей, типа города Я считаю, что это нормально Правильно, думаю, что правильно, потому что такая ситуация в стране И не надо никаких парадов, не провоцировать какие-то теракты Я против Одесса должна праздновать 1 апреля Почему бы и нет? В стране такое, что нельзя праздновать 1 апреля? Должно быть, почему нет? Ну я против Хоть какая-то радость в нашем городе Я против Надо, надо, чтобы было нам веселее жить Тем не менее, без интересных мероприятий одесситы и гости города не останутся Вместо традиционного шествия пройдет 5-й международный фестиваль клоунов и мимов комедиада В нем примут участие 22 коллектива из Украины Смешить одесситов будут артисты из США, Польши, Австрии и Италии Я вам скажу, что именно в тяжелые времена, во времена смуты, во времена депрессии, социальных каких-то Именно в такие времена смех особо важен Потому что, когда люди живут хорошо, когда все прекрасно, искусство вообще не нужно И тем более юмор, смех Ну просто обратите внимание на какие-то исторические моменты, да, вот в жизни человечества На определенные страны, которые там сегодня есть А вот когда тяжелые времена, как раз таки юмор спасает, он лечит Отдельные концерты дадут для детей-переселенцев с Донбасса, а также для раненых воинов АТО, проходящих лечений в военном госпитале Во время фестиваля будет принято обращение в Генеральную ассамблею ООН об учреждении 1 апреля праздника Всемирный день клоуна Дорогие друзья, мы приглашаем вас 31 марта, 1 и 2 апреля к нам в театр, в Дом клоунов на фестиваль Комедиада 2015 В этом году нам 5 лет исполняется Ждем вас По официальной статистике, только в прошлом году в Украине случилось более 150 тысяч ДТП Причина половины из них – невнимательность водителей и пешеходов Бороться с этим решили организаторы акции «Прошу, живи!» Как именно, знает Анна Грынев Его зовут Благунчик, на русском – умаляшка Он просит всех быть внимательными на дороге и не выпивать за рулем У маляшки главные герои нового проекта «Прошу, живи!» Безопасность на дороге Благунчики мы створили фантастические особенные истоты, которые закликают наших участников дорожного движения не порушивать правила Быть пильными, быть внимательными и быть ответственными С помощью такого чудного героя специалисты планируют повышать самосознание людей Но на этом проблемы не заканчиваются Даже самый дисциплинированный водитель и пешеход могут стать жертвами плохой видимости на дороге Как помочь себе в туман и на темных улицах организаторы тоже знают Вот такая яркая жилетка и элементарное соблюдение правил дорожного движения однажды сохранят жизнь вам и вашему ребенку А еще туда входят светоотражающие браслеты и брелки Такой набор первой необходимости уже получили 2000 школьников и работников заправок Организаторы верят, что благодаря такой масштабной акции удастся спасти не одну человеческую жизнь Анна Грынев, Дмитрий Пондаренко, 7 канал Вчера вечером без вести пропала Алена Нейман, тренер из агентства развития Она отправилась на своем авто встречать дочь в аэропорт, но так и не доехала Есть подозрение, что женщину похитили Ее машину с зажженными фарами, заведенным мотором и проколотым колесом нашли на 6-м километре недалеко от метра Сумка с вещами Алены и мобильным телефоном была найдена в районе моста Чайка За рынком возле трансформаторной будки В соцсетях друзья женщины восстанавливают хронологию событий Вышла, обнаружила прокол колеса, открыла багажник И в этот момент, скорее всего, ее усадили в другую машину и уехали в пока неизвестном направлении Либо в сторону аэропорта, либо развернулись на светофоре Сейчас разыскиваются все, кто заметил что-либо странное на дороге в районе 6-го километра в 9 часов вечера Люди просят обращаться по телефону, указанному на экране Тем временем поиски продолжаются Открыто уголовное производство по статье 115 умышленное убийство В честь Дня подводника к памятнику Степана Дживецкого возложили цветы Мероприятие посетили ветераны-подводники, служащие военно-морских сил Украины и школьники Это касается абсолютно всех, всех категорий возраста Выступающие здесь, все говорили о том, что это мероприятие нужное, что это является профессиональным праздником не только моряков-подводников Но он и является праздником для всех жителей Одессы 105-я школа известна тем, что в ней учился знаменитый герой-подводник Александр Иванович Маринеско Здесь в детях воспитывают военно-патриотический настрой В любое время, а тем более в такое достаточно сложное, непростое время Занятия с детьми на военно-патриотическую тематику всегда нужны, необходимы, полезны Потому что дети – это наше будущее 100 километров за 10 часов В Одессе вовсю идет подготовка к 33 сотке В этом году в велоралле примут участие более 2000 велосипедистов со всей Украины и стран Европы До окончания регистрации остается две недели Оставить заявку можно как в режиме онлайн в интернете, так и в Кировском сквере дом 5 Указать необходимо имя, фамилию, контактный телефон и марку велосипеда Выдача номеров гонщикам уже началась В прошлом году это был первый раз у меня Ощущения очень классные Во-первых, сам себе доказал, что я смог это сделать Тут есть еще две недели на подготовку В связи с погодными условиями в этом году еще не сильно часто ездил В сотке 2015 будет несколько инноваций Организаторы ввели электронную регистрацию результатов на контрольных пунктах Это позволит исключить человеческий фактор в определении победителя Также одновременно с велосипедистами от Аллеи Славы 4 апреля стартуют бегуны Только в обратном направлении У любителей экстрима будет возможность поучаствовать в борьбе за звание «железный человек» Мероприятие, конечно же, пройдет и очень интересно в любом случае Участников ждет несколько сюрпризов на трассе Мы пока это оставим в тайме Но, как показывает практика, если погода нас не подведет То все участники получат море позитива и хороших эмоций Из Одессы будут больше летать Международные авиалинии Украины расширяют географию прямых полетов из нашего аэропорта С 13 июня возобновятся еженедельные рейсы в Баку С 19 июня в Ереван Полеты в Тель-Авив увеличат с 3 до 5 рейсов в неделю Одесситов ожидают новые прямые перелеты в Санкт-Петербург, Москву, Вильнюс, а также во Львов и Харьков Неизменным останется ежедневный рейс в Стамбул Со столицей Одессу с 14 июня будут связывать 3 рейса в сутки И на этом у меня пока все Оставайтесь с седьмым, будет интересно До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин